Привет, дружище! С тобой Воблер и ставь лайк за 2 секунды, если ты быстрый как Флэш. Считаю. Раз, два. Молодец, что успел поставить лайк, значит ты точно Флэш. Мы сегодня с тобой поиграем в новую игру на канале Воблер, которая называется Армия Солдат Мировая Война. Сегодня мы вместе с тобой будем защищать Землю от вторжения пришельцев из других миров. Только наш скилл и наша тактика решит, выживет ли человечество или нет. А так же решит, если ты досмотришь ролик до конца. Досмотрел ролик, все, человечество выжило. Ну что ж, поехали! У нас в игре есть много языков, мы выбираем русский, потому что нам удобно. Здесь мы видим 4 страницы, прикольно. Но, насколько я знаю, игры такого жанра довольно непростые. Игра по своей механике будет напоминать игру растения против зомби. Будут пришельцы нападать на нас с правой стороны, мы будем защищаться с левой. Нам подсказывают, что мы можем вот что поставить. Пока что у нас есть 2 персонажа, мы будем играть и открывать других персонажей. И на нас, конечно же, будут нападать другие враги. Итак, вот что у нас есть. У нас есть энергия. Мы с тобой быстренько ставим сюда. Так, ну вот, переносим. Человечка. Он будет с пистолетом защищаться. Он совсем юный. Давай мы сюда поставим. Хорошо. Поставили. Теперь мы можем вот его убрать. Мы его убрали. Отлично. За то, что мы выполнили задание, нам дали энергию. И теперь уже пошел первый уровень. Понятно, что уровень первый. И нам будет здесь довольно легко. Но дальше все будет сложнее и сложнее. Вот уже на нас идет какой-то пришелец. Вы посмотрите. Он в маске. Чем-то похож на человека. Только почему-то у него руки большие. Может быть, он вообще зомбарь какой-то. Давайте мы с вами включим Х2. Пришельцы нападают. Давай мы еще поставим чувака с пистолетом. Давайте, ребята, валите по этим пришельцам. А ну-ка уж отсюда. Пришли нас захватить или поработить. Да, мы с вами открыли какого-то ученого. Ты кто такой, дед? Смотрите, он в очках. Да, это же мистер Бомбер. Стоит 150 энергии. Хорошо. Мы с вами получили кубки. Давайте, движемся дальше. Давай посмотрим, что здесь будет. Здесь уже побольше пришельцев, наверное. Да, у нас уже есть два слота. И, конечно, мы можем поставить мистера Бомбера. Давайте мы один слот откроем за ролик. Для того, чтобы посмотреть, на что же способен вообще этот персонаж. Третий слот нам открылся за ролик. Так, мы поставили нашего мистера Бомбера. И пошла жара. Итак, 3, 2, 1. Давайте, пришельцы. Они нападают, у нас уже есть ящик. Давай мы спереди поставим нашего персонажа, который будет направлять аэродроп с воздуха. Давай сюда ставим. На что вообще способен мистер Бомбер, я не в курсе. Потому что мы вместе с вами только что его открыли. Давайте ставим Х2. Нам нужно 150 энергии, чтобы вообще насобирать на этого чудо-ученого. Ага, он внизу. Давайте мы Х1 пока что включим. Вот этот чудило стоит. А, он просто взорвался. Он взрывается. Я думал, что он многоразовый. Он за секунду взял и взорвался. Алло, дядька, ты чё? У нас нет энергии. Ха-ха. Всё, я понял, на что он способен. Ну так себе. Возможно, он будет нормально работать против других пришельцев, которые на нас будут нападать. А пока что я бы его не ставил. Где мне взять энергию? Мне ещё надо энергии. Ещё, да. Чтобы поставить вот персонажа с пистолетом. Пистолетом. Давай. Давайте с пистолетом. Это будет у нас Андрюха. Давайте мы ему имя дадим. Андрюха. Торчащее ухо. Потому что у него ухо возле шлема торчит. Ну, вали, вали. Андрюха, вали этого пришельца. Андрей. Всё, завалил. Ну, красавчик. Уровень 2 пройден. Не знаю, на что вообще влияют эти кубки. Мы просто взяли, прошли. Главное, что открываются уровни. Здесь внизу я уже вижу, пришелец будет совершенно в другой маске. Конечно, 2 слота. Ну, я думаю, что 2 достаточно. Можно даже вот других персонажей открывать. Собаки какие-то, чё-то. Ладно, давайте мы сейчас с вами быстро пройдём ещё один уровень. А потом я уже за ролик пооткрываю здесь всё. Договорились? Давай мы сюда ставим. Сначала ставим побольше таких вот наших ребят, которые будут приземлять нам аэродроп. Внизу уже пошёл пришелец. Да, я вижу. Мне нужен ещё один аэродроп, чтобы поставить сейчас Андрюху с пистолетом. Андрюха, давай. Всё. Андрюха уже стреляет. Он уже готов. Говорит, всё, пришельцы, вы не пройдёте. Это у нас такие вот стоят деловые. Направляют аэродроп. Говорят, сюда падай, аэродропчик. Быстрее. А ну, ну давай ещё один. Ещё Андрей. Так, а вы в курсе, что у нас это всё клоны? Даже Андрей и тот клон. Давай, нормально. Сейчас упадёт аэродроп. Так, что там идёт? А, ещё один персонаж, вижу, вражеский идёт. Хорошо. Три. Бронированный какой-то в очках. Ай-яй-яй-яй. Что у нас так? Давай мы сюда поставим. И с флагом идёт. Так у нас что-то не хватает ничего. Где мне взять? Смотри, он как-то бежит. А чё ты так бежишь? Я не понял. А где мне вообще брать энергию? Смотри, бежит с флагом такой. Вали, вали. Флаг завалили. Сверху идут бронированные. И где мне брать деньги? Мы с вами играли в игру от этого разработчика, где у нас нападали роботы, ребята, вообще-то. Роботы, они такие крутые. А мы защищались танками. Ну, там реально нам было непросто. Давай я сюда вот поставлю, пусть как-то там... Вот видишь, пришелец берёт и жрёт Андрюху. Ну, Андрюха, ну ты завали, ты пришельца. Ну, всё, он прошёл, мы проиграли. А что я сделал не так? Я чё-то не понял. А что я ещё должен был сделать? У меня энергии больше не было. И вот я такой сижу побитый, говорю, блин, пришельцы меня наказали. Чё, рука перебинтованная, колено перебито, один глаз, у меня слёзы, я плачу, возможно, даже в соплях весь. Что мы должны? Переиграть, да? А можно мне денег больше? Что мне? Посмотреть, чтобы мне просто денег больше дали. Денег-то нету. Кто? Три, два, один. Так, аэродроп есть. Может, больше аэродропа надо? Что там показывает, где он типа идти будет? Я вижу, где он идёт сверху. Мне от этого не холодно, не жарко. Давай ещё. Я в этот раз уже троих поставил, которые должны спускать аэродроп. Ну, давайте. Ещё разочек. Вот ставлю сверху Андрюху. Давай, стреляй. Есть. Теперь мне надо насобирать срочно сотню, чтобы поставить ещё внизу. Он уже прошёл половину пути. Это не совсем бронированные чуваки, но всё же. Так, ставлю внизу. Теперь надо вторую тропу сверху мне как-то прикрыть. Внизу пошёл. Сверху тоже пошёл бронированный, но у нас сверху есть Андрюха. В принципе, неплохо, да? Давай второй сверху ряд. Вот они снова пошли. Снова аэродроп полетел. Я не понимаю, как я должен их уничтожить. У меня тут ничего не хватает. Блин, ну такое себе дело. Куда я должен? С флагом бежит. Смотри, какой быстрый бегун-то. Вот мы маску сняли с пришельца. То есть маска это броня. Почему Андрюха в голову стреляет? Не бей в голову, Андрей. Ты чё? Бей именно в живот. Я не знаю, куда-нибудь. Вот смотрите. Так, а здесь убили. Давай, давай, ещё разочек. Мне вот здесь вот нужен персонаж, который будет приземлять аэродроп. Так, сверху убили. Ну-ну, Андрей, да! Прикончили! Красавчики! Так, что у нас? У нас, мы видим, идёт чувак в броне. Броня слетела. Ну, падай, падай! Вот уже второй сверху. Умри, пожалуйста! Ну, всё, умер. Я не знаю, как мы прошли. Каким-то чудесным образом. Смотрите, какую я армию тут наставил. А чё, это я так могу? Да, я, я могу. Смотри. Ну, жрёт, конечно, первого нашего чувачка. А, вот потому я ставлю, видите, спереди того парнишку, который будет приземлять аэродроп, а сзади уже Андрюху. Чувак со щитом. Ну, я раз, что со щитом. А он стоит недорого, кстати. Смотрите. 50. Нормально, то есть он будет танковать. Но главное ещё успеть его поставить, конечно же. Я вижу, вот ещё два будет каких-то монстра. Безумных. Ага, у нас всё равно два слота. А ничего, что у нас четыре персонажа и два слота. Давай откроем слот. Куда же деться-то? Ну, всё, вроде бы расставил. Давай посмотрим, как у нас получится вообще пройти этот безумный уровень. Конечно, спереди сразу ставлю ребят, которые аэродроп тут будут кидать. Что-то в маске кто-то идти будет. Сейчас попробую сразу трёх аэродропщиков поставить. Смотрите. А потом уже буду расставлять ребят с пистолетами. То есть Андрюха уже дальше. Уже два бежит. Но это пока что не сильно бронированные они. Первый Андрей пошёл. Так они идут, правда, вровень. И, если честно, что-то я не успеваю насобирать. Сколько надо вообще выстрела в этому чувачку? Мне бы не помешало какое-то беззамедление. Давай я сюда аэродропщика ставлю. Но тут мы прикончим, что там снизу идёт. О, смотри, сколько попадало. Отлично, внизу супер бронированный идёт. Блин. Ну, мне надо вверх ставить. Может, сверху ничего нету. Как-то медленно падает. Вот, смотри, какая-то крыса идёт. Ты кто такой вообще? Демон, уходи отсюда. Это лис, что ли, какой-то? Лисица. А, вот у нас нету. Блин, ты посмотри. А как мне? Как мне? У меня не хватает ничего. А он перепрыгивает. Всё, завалили его. Внизу идёт бронированный. Ещё какой-то идёт крутой. Но мы не сможем этого завалить, что внизу. Смотри. Ну, дайте мне аэродроп, чтобы я быстро поставил. Потому что он в маске идёт. Со щитом. А щит уже вот. Щит в конце я не успел поставить. Ну, а я ничего не мог сделать, ребята. Что я сделаю? Всё. Ну, что ты мне даёшь? Давай. Ну, коробка. Коробка. Ну, коробку я жмякаю. Этот всё равно взял хитрый и пробежал. Что мне дала коробка? Итак, вот мы идём на уровень. Ставим Андрюху. Ставим дальше чувака, который будет нам приземлять аэродроп. А также ставлю подрывника за 25. Я думаю, что выгоднее вообще просто ставить подрывника. Он будет взрывать. Давайте. Мы сейчас попробуем в самом начале поставить трёх чуваков с аэродропом. Вот один сапцарап. Что он там? Что он говорит? Сапцарап он сказал? Я не понял, что он вообще говорит. Какой это сапцарап-то? Вот идёт первый враг. Так мы просто будем их взрывать, ребята. Смотрите. Сейчас мы сразу 4 поставили. Теперь нам надо срочно 200 насобирать. Ну, давайте аэродропом как хотите. Мне срочно нужно 200. Причём так быстро 200, что очень быстро. Сначала здесь ставим вот один второй аэродропчик. Придумайте, как мы назовём чувака, который будет динамитом всех взрывать, ребята. Мы обязательно на следующий ролик его назовём. Если будет какое-то интересное имя. Воу. А, хорошо. Там чувак идёт отлично. Тут вообще дело в том, что всё рандомно получается. Смотрите, ребята. Теперь пришельцы идут именно там, где у нас расположены юниты. Ну, взрывай. Ну, так он же взрывать должен. Что он делает вообще? Он никого не взорвал. Он сидит этот... Так он дурак какой-то. Я дурака поставил. А сверху ещё идёт. Ну, вали, вали эту крысу. Или мышь. Или кто это вообще идёт такой. Давай. Подрывник. Вот ещё идёт. А чё этот с динамитом он? Ты же взрывать должен. Или что ты должен? Ну, взорви. Ну, ты взрывать должен. Почему он не взрывает? Я не понял, почему он не взрывает. Ну, да ладно. Вот сзади идёт какой-то шаман. Воу. Дядька шаман. Вертушка. Я хочу. Я не знаю, что даёт это мне. Так, время. Замедление. А ещё время какое-то. Что-то мне дали. Шаман. О, надо было взрыв. Шаман призывает собак. Ещё каких-то собаки. Смотри. Этот берёт, прилазит. Ну, смотри. Оп. Отлично. Дело в том, что здесь проигрываешь не потому, что ты неправильно применяешь стратегию. А потому, что рандомно они идут по-разному. И это что? Я беру на всякий случай. Я не знаю, что это. Ого. Оно мне надо? Конец же уровня. Ну, наверное, не надо. Ну, убей эту собаку. Ага. А чё ты? А ну, забей. Забей его. Бей, бей, бей. Мне давали мину. Я её не взял. И теперь проиграю. Потому что... Ну, стреляй. Ну, ты чё ты? Ну, взорвись. Отлично. Взорвал. Давай вот так вот. Сейчас собака будет есть первого. Мне мину дают. Ну, надеюсь, мы убьём эту собаку. Давай мину ещё. Мина, взорвись. Отлично. Мы прошли. Безумие. Чуть не проиграли. Я открыл. Что я открыл? Так он у меня уже есть. Как бы я без него прошёл, я не знаю. Я просто его за ролик открыл. Здесь персонажи открываются за прохождение уровней. А также за ролики. Вот я за ролики открыл. Смотрите. Дело в том, что персонажей много, но мы их все не увидим. А потому что они стоят очень дорого, ребята. Вот так вот. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Воблер. С вами была такая вот война с пришельцами. Оставайтесь на канале. Смотрите другие ролики. Не забывайте подписываться. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует.